Огромный выбор палочек. Я сейчас снимаю видео, не знаю, может быть у нас улыга нет, нельзя можно снимать. Короче, вот это вот палочки для еды семейные. Они бывают акриловые, бамбуковые, бывают корейский стиль, это металлические, ну про детские мы ничего не будем говорить. Самые удобные, особенно для новичков, палочки бамбуковые, вот такие вот, особенно если не рифленые на конца. Самые неудобные, на мой взгляд, даже для профессионала, как я, скажем, это акриловые палочки, с них соскальзывает пища, поэтому если вы не умеете есть палочками, начинайте лучше с бамбука, вам будет удобнее. Далее, смотрите, есть классные палочки для детей, когда вот дети учатся, когда мои дети у меня появятся, в общем, тоже буду учить. Тут такая держалочка наверху, как бы и симпатично смотрятся, и удобно есть, собственно, переходим дальше. Зачем сюда пришла? Есть палочки семейные классные, мама, папа и Хайзе, ребенок, бэйби. А я сегодня хочу купить для себя палочки именно для готовки, потому что если, допустим, высокой температурой, это очень опасно, можно обжечься, когда ты перемешиваешь еду обычными палочками. Поэтому вот здесь есть несколько видов для приготовления пищи, где можно блоки перемешивать, да, какой-то там продукт. Вот эти самые длинные палочки, они предназначены для перемешивания лапши. Они вот такие, видите, длинные, где-то тут полметра, скорее всего. А есть вот такие чуть поменьше палочки, это как раз такие классические для вока, для приготовления овощей, мяса, рыбы и так далее. Вот эти тоже, кстати, лапша, а вот эти вот овощные я вот такие вот себе сегодня возьму. Вот такой маленький обзор, не благодарите. Пока! Это все посетители выставки, фуд-выставки, ярмарки, вернее, которая идет через дорогу. В общем, какой-то ажиотаж, честно говоря, я даже не знаю, куда мне подойти, чтобы посмотреть что-нибудь. Некий соба. В общем, мы ничего здесь не купили. Мы не купили, потому что людей нереальное количество. В той стороне бесконечные очереди, внутри бесконечные, бесконечные очереди. Поэтому, ну, кое-как простиснулись, вот прошли, и все. Вот такая выставка. Боже, сколько людей, ребята, вот это воскресенье, это о чем говорит? У нас давно не было хорошей погоды. Шли дожди, было холодно, ветрено. А сегодня только посмотрите, сколько людей. Все соскучились по солнышку, по хорошей погодке. И так, в принципе, в каждом сквере. Сквер этот, на самом деле, не самый центральный и не большой. Дискотека, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok